Война на Востоке началась в 1937 году со вторжения японских войск в Китай. Она вошла в Европу 1 сентября 1939 года, когда Германия захватила Польшу. И охватила весь мир 7 декабря 1941 года, когда японская авиация атаковала базу Пёрл-Харбор. Она шла на всех континентах и продлилась 6 лет. Война, на которую ушло более 4 триллионов долларов, унесла жизни миллионов мужчин, женщин и детей. Она завершилась выпуском нового оружия для новой эпохи. Вторая мировая война стала важнейшим событием в истории человечества. И эти люди — часть той эпохи. Живые свидетели побед и трагедий, принесенных в разные части света войной. Эти люди расскажут о том, как на их глазах создавался наш современный мир. Руками тех, кто был в состоянии. И тех, кто уже не мог заплатить цену империи. Чего стоит империя? В третьей серии мы рассказали о том, как гитлеровская Германия буквально взяла Европу штурмом. В сентябре 1939 года немецкие и советские войска отняли у Польши независимость. В 1940 году капитулировала Франция. Также были захвачены Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург и Бельгия. Спустя полгода после того, как пала Франция, советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов отправился в Берлин, чтобы обсудить разделение мира после победы. Немецкие власти утверждали, что Германия вот-вот выиграет войну, осталось лишь сломить Британию. «Если Англия почти сломлена», — спросил Молотов у фон Риббентропа, «то почему же мы с вами сейчас заседаем в бомбоубежище?» Ответ прост. Британия не была сломлена. Она воевала в одиночку. Серия четвертая. В одиночку. После гражданской войны в Испании в обоих государствах Пиренейского полуострова был введен режим диктатуры. В Италии у власти уже более 15 лет стоял Бенито Муссолини. Теперь почти над всеми странами Западной Европы, большей частью Скандинавии, а также многими государствами Восточной Европы, рели знамена со свастиками. Советский Союз под руководством Иосифа Сталина строго соблюдал условия пакта с Гитлером, поставлял в Германию продукты питания и другие припасы. Но крупнейшая империя мира по-прежнему оставалась непобежденной. Премьер-министр Великобритании готовил страну к решающей битве. Противостояние обходилось недешево. В начале 20-го века Британия исполняла роль банкира Европы. Но к середине столетия ее долг превысил 40 миллиардов долларов. Начиная с января 1940 года в Англии начали вводить нормирование продовольствия. В Германии ограничения ввели в августе 1939-го, за месяц до вторжения в Польшу. Во время войны британцы, включая более половины рабочих, усердно возделывали землю. У многих был свой сад или хотя бы небольшой участок земли. Потребность в импортном провианте сократилась почти вдвое. Но далеко не все жители Туманного Альбиона сохраняли бодрость духа. Вот что писал одному из своих друзей поэт Томас Стернс Эллиот. «Мы оказались втянуты в катастрофу, которая обернулась войной». Возможно, на Эллиота повлияла политика дезинформации, применяемая британцами, чтобы сбить с толку шпионов и изменников, и сеявшая ужас среди мирного населения. По стране распространялись слухи о вторжении, где фигурировали парашютисты, переодетые монахинями, священниками и полисменами. Часто упоминались парашютисты в голубой форме с прозрачными парашютами, которые будто парили в небе сами. 12 мая 1940 года в развлекательной воскресной газете спрашивалось, не собирается ли правительство выдать винтовки игрокам в гольф, чтобы те могли стрелять по парашютистам. Это была лишь одна сотая из того, что делают наши войска, готовясь к обороне. Швейцарский немец, проживавший в лондонском округе Кенсингтон, был задержан полицией за то, что держал сигару зажженным концом вверх, явно подавая знак немецким летчикам. Уличных собак отстреливали, ведь они могли переносить секретные послания от неприятеля. 23 мая был арестован сэр Освальд Мосли, возглавлявший с начала 30-х годов Британский союз фашистов. Маленькую, но верную своим принципам организацию. 31 мая генерал Айронсайд, главнокомандующий войсками Метрополии, заявил, что ночью видел за городом неких подозрительных лиц. 2 июля генерал сообщил о привлекших его внимание подозрительных сигналах. Но отметил, что не нашел прямых улик, указывающих на происки пятой колонны или на скрытое оружие массового поражения. История тех времен о смертоносном облучении и монахинях, прыгающих с парашютами, рассказывают по сей день. Но подкрепить их хоть сколько-нибудь весомыми доводами вряд ли возможно. Военный министр Энтони Иден 14 мая объявил по радио о формировании войск добровольных отрядов самообороны, сокращенно ДОС. Британцы шутливо расшифровывали эту аббревиатуру как «Драпай, озирайся, скрывайся». Вопрос к тем, кто не занят в вооруженной промышленности и правительственных учреждениях. Вы уже вступили в отряд самообороны? Отряды формировались при общественных и спортивных клубах, а также на фабриках. К началу июля в самообороне состояло четверть миллиона британцев. Но оружия на всех не хватало. Когда ребят начали вербовать в полк самообороны, я вступил в отряд. Мне было 15. Нам дали оружие, какое смогли найти. Я был из тех, кому досталась винтовка «Рос». Канадская, с магазином всего на 5 патронов. Черчилль настоял на том, чтобы добровольные отряды переименовали в войска местной обороны. Иден не обрадовался. Он уже успел выпустить нарукавники с аббревиатурой. Я тогда учился в Далвиче. Занимался не слишком усердно. По вечерам. Я служил в войсках местной обороны. Развозил депеши, заодно учился курить, пить и так далее. Джек Уайт рвался вступить в войска обороны, но получил отказ, поскольку его родители были русскими евреями и он не являлся гражданином Великобритании. В Первую мировую войну Джек был удостоен высшей награды за доблесть – креста Виктории. Он избежал ссылки в лагерь для подозрительных лиц. Две тысячи иностранных граждан, проживающих на побережье, были задержаны. Аресты продолжались. Нужно держать их на коротком поводке, пояснял Черчилль. Чего стоит империя? В послевоенное время значение отрядов местной обороны было заметно недооценено. На самом деле эти войска смогли выстрелами сбить несколько вражеских самолётов. Они сменяли на посту солдат действующей армии, а также обеспечивали надёжное прикрытие бойцам спецподразделений, которые должны были оставаться на готове в случае вражеского вторжения. Борцы обороны также выступали в роли врага во время тактической подготовки. На учебном плацу новобранцы нередко оказывались в плену у закалённых ветеранов Первой мировой. Нас около месяца обучали разным хитростям. Нам помогали ополченцы, бойцов обороны, и они зря считали никчёмными. Они ловили меня дважды. А я-то считал себя умным. Они очень многое умели. 12 июня 1940 года было решено расставить посты от Эдинбурга до Медуэя и от западной границы Лондона до южной границы Бристоля. Территория была поделена на участки. На каждом были вырыты противотанковые траншеи и обустроены бункеры. Оставалось только ждать. Уинстон Черчилль смотрел в будущее с неугасимым оптимизмом. Сын англичанина и американки, он свято верил в объединение англоговорящих народов ради достижения общей цели. Британский премьер-министр полагался не столько на мощь британского оружия, сколько на своевременное вмешательство Америки, этой неутомимой и непобедимой державы. Вера Черчилля в заокеанских союзников окончательно укрепилась в августе. Это был один из ключевых моментов войны. Американский конгресс, сохраняя нейтральность, категорически отказывал обеим сторонам в бесплатном снабжении. Лишь 8% американского населения поддерживали идею вмешательства в мировую войну. Но Рузвельт нашел выход. Это была программа «Лэнд-Лиз». Британия могла временно передать США свои морские базы в Тихом океане, либо выплатить долг позже. Но без оговорок. На выплату ушло полвека. Черчилль назвал программу «Лэнд-Лиз» важным шагом в сторону англо-американского союзничества. 15 августа, спустя два дня после подписания договора «Лэнд-Лиз», настал Адлертак, День Орла. На это число главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг назначил начало критической фазы битвы за Британию. Перед высадкой немецких войск в Британии предполагалось сперва захватить воздушное пространство над островом. Однако именно в этом аспекте преимущество уже перешло от Германии к Великобритании. С начала 1940 года Англия выпускала 256 военных самолетов в месяц. Осознавая всю важность этой отрасли, Уинстон Черчилль назначил англо-канадского издателя Лорда Бивербрука министром авиационной промышленности. И я умоляю всех вас, где бы вы ни были, ускорить темпы, укрепить оборону Британии. Под руководством Бивербрука количество выпускаемых самолетов в июле выросло до 496 единиц. Этот рекорд был отмечен в журнале «Таймс». В статье метко подчеркивалось. Новая мировая война — это война машин. Победу обеспечат заводы. Важно отметить, что на британских заводах выпускались не просто самолеты, а хорошие самолеты. Легендарные истребители «Харрикейн» и «Спидфайр» вошли в учебники истории. Британия задействовала и другие способы подготовки к обороне. В особняке Блэчли-парк неподалеку от Лондона группа специалистов декодировала оповещение о предстоящих налетах Люфтваффе. Благодаря исследованиям британских метеорологов в период между двумя войнами были придуманы локационные станции. Конструированием этой системы руководил физик Роберт Уотсон-Уотт. Построенная под его руководством сеть радиолокационных станций позволяла Британии заранее узнавать о приближении врага. Нельзя было полагаться только на технику. Поэтому к обороне воздушного пространства было привлечено 30 тысяч наблюдателей с биноклями. По всей стране было расставлено тысяча постов. Немецкие самолёты также были первоклассными, но не совсем соответствовали своему назначению. Они были сконструированы для поддержки наземных операций. У немецкой армии не было тяжёлых бомбардировщиков. Виаты и штуки оказались совершенно беспомощными в воздушных боях. Главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг был горячим сторонником нацистской партии. Лётчик АС, удостоенный нескольких орденов в годы Первой мировой, он был ранен во время пивного путча — неудачной попытки Гитлера захватить власть. Лечение было долгим. Геринг пристрастился к морфию и не смог избавиться от зависимости до конца жизни. Этот человек оказывал большое влияние как на тактические, так и на экономические решения Гитлера. Начиная с 10 июля, когда был совершён первый налёт, и до середины августа, Геринг применял одну и ту же стратегию — провоцировать бои, нападая на британские воздушные патрули вдоль побережья. 8 августа в бою над Ла-Маншем британцы лишились 16 летательных аппаратов, но сбили 31 вражеский самолёт. В течение следующих трёх дней потери немецких войск значительно превышали британские. Но 12 августа ход боёв круто переменился. Чего стоит империя? Тем временем в одной из английских колоний разыгрывалось очередное сражение, закончившееся вынужденным отступлением британских войск. Ранее утром 3 августа 1940 года итальянская армия пересекла границу между принадлежавшей Италии Восточной Африкой и британским Сомали. Итальянские войска насчитывали 24 тысячи бойцов. С британской стороны вышло около 4 тысяч солдат, преимущественно африканцев и индийцев. Но были бойцы сомалийского верблюжьего отряда, африканского стрелкового корпуса 3-го батальона 15-го пинджабского полка. Позже подключились 2-й индийский полк и шотландский «Чёрный дозор». У британцев не было ни танков, ни противотанкового оружия. Эта небольшая армия вела арьергардные бои с наступающими итальянскими войсками до утра 18 августа, а затем покинула берег Африки. На следующий день итальянцы продолжили захват и полностью оккупировали британское Сомали. Но их триумф был не долог. Август 1940 года также вошёл в учебники истории как ключевой и самый известный этап битвы за Британию. Отряды люфтваффы начали наносить прицельные удары по аэродромам и объектам обеспечения Королевских военно-воздушных сил. Больше всего аэродромов было сосредоточено на юго-востоке Англии. Эту часть страны в разгар боёв прозвали «пеклом». На одном небольшом участке воздушного пространства погибло больше лётчиков, чем во всех остальных регионах Британии. Гражданское население наблюдало за ходом боёв, радуясь каждому сбитому немецкому самолёту. В первый день нового наступления было разбомблено три британских аэродрома и выведена из строя одна радиолокационная станция. 13 августа люфтваффы начали атаку беспрецедентных масштабов. 1485 боевых вылетов. Немецкие лётчики разгромили множество британских аэродромов, в том числе гражданских. При этом понеся в два раза больше потерь по сравнению с противником. Особенно много было сбито самолётов модели «Юнкерс-87» или «Штука», против которых наземные войска были бессильны. Пикирующий бомбардировщик «Штука» при всей своей мощи не отличался манёвренностью, и британские лётчики с лёгкостью сбивали эти самолёты. Уцелевшие «Штуки» вскоре прекратили боевые вылеты. Наступил «День Орла», который Геринг считал началом решающей фазы в битве за Британию. Пилоты люфтваффе совершили 1786 боевых вылетов. Германия потеряла 76 самолётов, Великобритания — 35. Цифры не дают полного представления об исходе боёв. Британия могла отремонтировать часть сбитых самолётов на собственных базах, а вот оставшиеся на английской земле немецкие бомбардировщики уже не могли вернуться в Германию. Кроме этого, выжившие британские пилоты могли участвовать в боях снова и снова, а немецкие лётчики попадали в плен к англичанам. За время воздушных сражений в плен было взято более 900 лётчиков люфтваффе. Стоит учесть и то, что немецкие бомбардировщики могли провести в бою ограниченное количество времени. Одна из лучших немецких моделей «Мистер Шмидт-109» могла преодолеть лишь 850 километров за один вылет, включая долгий путь с немецкой базы до зоны боевых действий. Тем не менее, как выразился герцог Веллингтон, после сражения при Ватерло шансы были равны. 18 августа Британия понесла меньше потерь по сравнению с врагом, но её силы были на исходы. За неделю в боях погибло более сотни английских пилотов. И найти им замену было не так просто. Однако военная история знает немало сражений, исход которых решила чистое стечение обстоятельств. Люфтваффе не удалось использовать полученное преимущество. Из-за нелётной погоды и других затрудняющих обстоятельств Германия потеряла четыре дня. 20 августа во время этого затишья прозвучала одна из самых важных речей Черчилля. За всю историю конфликтов ещё никогда так много не зависело от столь немногих. И это было правдой. Судьба целых народов зависела от небольшого количества английских лётчиков, участвовавших в битве за Британию. Однако и численность противника в данном случае была не так уж и велика. Во многих отношениях шансы в этом воздушном конфликте были равны. Более того, исход боёв решился немногими из числа немногих. Успех воздушной эскадры определялся успехами нескольких асов. 3,5% британских пилотов сбили 30% от общего числа немецких самолётов. Сперва пилоты Люфтваффе атаковали авианосцы, затем сосредоточились на истребителях. 24 августа началась третья и решающая фаза битвы за Британию. Ночью немецкий бомбардировщик Хейнкель ошибочно сбросил несколько снарядов над населённым пунктом. Так на Лондон упали первые бомбы. Изначально их предполагалось сбросить на военные объекты в пригороде, но в итоге пострадал центр британской столицы. Некоторые полагают, что эта ошибка вкупе с последовавшей реакцией Великобритании предопределила дальнейший ход событий. Возможно, всё произошедшее было неизбежно, а может быть и нет. Известно лишь одно. Уинстон Черчилль был убеждён, что инцидент не был случайным и послал бомбардировщики на Берлин. Чего стоит империя? 25 августа британские бомбардировщики подлетели к Берлину. Причинённый ущерб был минимальным, но мирное население пришло в ужас. Ведь Геринг убеждал немцев, что ничего подобного случиться не может. Однако бомбёжки повторились. 28 августа было разрушено несколько зданий. Погибли люди. Через два дня был совершён ещё один налёт. В 17-й директиве, вышедшей 1 августа 1940 года, Гитлер изложил свои планы морских и воздушных действий против Англии и перечислил объекты, которые намеревался уничтожить. Населённые пункты не входили в список. Однако в приложении к директиве фюрер подчёркивал, что оставляет за собой право на нанесение террористических ударов в качестве возмездия. Именно им он и воспользовался. 4 сентября он заявил, «Если британцы осмелятся сбросить на нас 2, 3 или 4 тонны бомб, мы в ответ за это за одну ночь обрушим на их города 150, 230, 300 или 400 тонн наших снарядов». «Если они будут грозиться учистить атаки на наши города, мы сотрём их города с лица земли. Бог свидетель, мы остановим этих ночных разрушителей во что бы то ни стало». Следующей ночью на Лондон посыпались бомбы. Начиная с 7 сентября 1940 года немцы бомбили город 57 ночей подряд. Это была заключительная фаза битвы за Британию, так называемый Блиц. Благодаря убежищу Хендерсона мы в безопасности. Судя по тому, как трясло стены, бомб было много. Но вновь услышав голоса своих четверых ребят, я понял, всё в порядке, слава Богу. Девушки в комбинезонах и жестяных шлемах патрулировавшие лондонские улицы свистели в свистки и кричали «Выключайте свет!». Лондонцы спускались в убежище. Тысячи людей спали на платформах станции метро. Было много краж. Кто бы мог подумать, пока одни сидели в убежищах, другие крабили их дома. Дворам будто и дела не было до бомб. В небе мелькали лучи прожекторов. Крохоту взрывов вторил непрекращающийся рокот противовоздушных орудий. Но толку от этого было немного. Некоторые утверждали, что прожектора только помогали немецким летчикам целиться. Также было подсчитано, что зенитные орудия выпускали в в среднем 30 тысяч снарядов, прежде чем сбить один самолет. 7 сентября в ночь первой бомбежки воды Ла-Манша поднялись в связи с приливом. Это были идеальные условия для морского вторжения. Разведка также дала властям повод для опасения. По всей стране была объявлена тревога. Часовые, расставленные вдоль южного побережья Англии, получили зашифрованные сообщения об ожидаемой в течение суток высадки вражеских войск. Интересно, что в качестве кодового предупреждения об угрозе было выбрано имя бунтовщика, поднявшего руку на английского монарха — Кромвель. Тревога оказалась напрасной. Высадки не последовало. Однако бомбардировки продолжались. За время таблица погибло 15 тысяч лондонцев, 250 тысяч осталось без крыши над головой. Пострадали соборы, построенные Кристофером Реном, парламент и Букингемский дворец, лондонская королевская резиденция. 30 сентября пилоты Люфтваффе в последний раз бомбили Лондон при свете дня. Ночью атаки продолжились. По результатам опросов, проводимых британским правительством, 80% граждан сохраняло веру в победу Англии. Бомбардировки стали короче. В конце октября английские власти объявили об официальном завершении битвы за Британию, хотя Лондон все еще подвергался налетам. Бомбардировка Ковентри 14 ноября обозначила начало нового этапа немецких атак. Затем снаряды полетели на Бирминген, Саутгемптон, Шеффилд и Ливерпуль. Число погибших британских граждан возросло до 4,5 тысяч. Британские бомбы обрушивались на немецкие города с не менее, а то и более сокрушительной частотой, как мы увидим в следующих сериях. Блиц завершился лишь к середине мая 1941 года. Гитлеру нужно было накопить силы для следующей кампании. Планировалось вторжение в СССР. Когда речь идет о мировых войнах, следует помнить о том, что события в разных странах, независимо от их значимости, оказываются связаны друг с другом. Осень 1940 года вошла в историю в основном как период битвы за Британию, но были и другие сражения. 6 сентября 1940 года за день до первой масштабной бомбардировки Лондона румынский король Кароль, правнук королевы Виктории, оставил свой престол. Власть в стране перешла в руки фашистского лидера Иона Антонеско. 11 сентября Гитлер направил в Румынию сухопутные и воздушные войска для обороны нефтяных скважин в Плуэште, центра нефтедобычи в Европе. Таким образом, Вермахт получил базу для военных операций против Советского Союза. Почему же Гитлер прекратил свои попытки захватить Великобританию? В 16-й директиве от 16 июля 1940 года перед тем, как изложить свои планы, фюрер категорически заявлял. Поскольку Англия, несмотря на свое бесперспективное военное положение, не проявляет признаков готовности к достижению взаимопонимания, я принял решение подготовить, если будет необходимо провести операцию по высадке войск на ее территории. Если будет необходимо. Неужели это не было необходимо? Через три дня Гитлер выступил в Рейстаге с речью, которая также транслировалась по радио. Вот его слова. До меня доносится вопли из Лондона. Они исходят не от английского народа, а от политических деятелей, которые жаждут продолжить войну во что бы то ни стало. И в этот час я снова чувствую необходимость обратиться к Англии с просьбой. Я прошу ее образумиться. Перемирие с Англией позволило бы Гитлеру вернуться к его главной цели — продвижению на восток. Но Британия оставалась непреклонна. Фюрер прекрасно осознавал риски, связанные с завоеванием Британских островов. Поражение свело бы на нет все победы его армии, начиная с сентября 1939 года. Главнокомандующие также не были уверены в успехе. мнения генералов разделились. Гитлер и сам питал немало опасений. «На суше я герой», сообщил он адмиралу в частной беседе. И прибавил «Но на море я трус». Существует письменное подтверждение того, что операция «Морской лев» была задумана скорее как политическая, а не военная кампания. Ее целью было убедить Великобританию начать мирные переговоры с Германией. Это был блеф со стороны Гитлера. 31 июля 1940 года Гитлер созвал заседание в Бергхофе. Так называлась резиденция фюрера в долине «Бехтесгаден». Главнокомандующие сообщили фюреру, что найти подходящие суда для пересечения Ла-Манша будет проблематично. К тому же наблюдалась нехватка бойцов и оружия. Представители Адмиралтейства предложили отложить вторжение до мая 1941 года. Гитлер соглашался перенести срок только на 16 сентября текущего года. До этой даты силы Люфтваффе должны были разогнать британские корабли в Ла-Манше и расчистить воздушное пространство на юго-востоке. Фюрер повторил одно из условий 16-й директивы. Английская авиация должна быть настолько морально и фактически подавлена, чтобы она больше не могла противодействовать переправе германских войск. Но, как нам уже ясно из истории битвы за Германию, этого не произошло. Более того, бомбардировщики Люфтваффе предприняли 21 попытку затопить британские торпедоносцы в Ла-Манше. Ни одна из них не была удачной. В немецком флоте не было практически ни одного десантного судна. По условиям фюрера за два месяца предполагалось оборудовать для этой цели более двух тысяч барж. Самоходных барж было всего 800. Остальные предполагалось тащить на буксирах. Когда немцы приступили к строительству барж вдоль берегов пролива, британцы немедленно начали бомбардировку. Десятая часть флотилии была разрушена прямо в доках. Объясняя своим главнокомандующим, что операцию «Морской лев» придется отложить, Гитлер ссылался на неспособность Люфтваффе получить превосходство в воздухе, а также на недостаточно слаженную работу немецкого военного командования. Однако вполне возможно, что фюрер изначально не верил в возможность успешного захвата Великобритании. Операция «Морской лев» была отменена. Британия осталась непотопляемым авианосцем у берегов Западной Европы. 11 ноября в Лондоне впервые с июля не прозвучало ни одной сирены. Британские военно-воздушные силы потеряли 915 самолетов и сбили 1733 боевых единицы Люфтваффе. Возможно, отказываясь от идеи захватить Туманный Альбион, Гитлер питал смутную надежду или даже был уверен в том, что теперь Великобритания угомонится и хотя бы не будет препятствовать ему в дальнейшем. У него не возникла мысль о том, что исход битвы за Британию мог означать совсем другое. Один из противников Германии остался непобежденным. И этот противник не был маленьким островным государством у европейского побережья. Это была империя. Чего стоит империя? События 1940 года, столь круто переменившие очертания карты Европы, неожиданно и очень существенно сказались на происходящем в другой части света, а именно в Азии. После того, как во Франции установился коллаборационистский режим Виши, новому правительству во главе с маршалом Петеном по условиям мирного соглашения было позволено сохранить прежние французские колонии. Одним из главных сокровищ империи оставался французский Индокитай, современные Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Эта территория представляла лакомый кусочек для Японии с ее экспансионистской политикой. Чтобы завоевать Вьетнам, нужно было лишь перейти китайскую границу. Это и сделали японские войска в сентябре 1940 года. По законам военного времени эта инициатива была вполне обоснована. Снабжение китайских националистов осуществлялось по китайско-вьетнамской железной дороге из порта Хайфон. Осознавая угрозу вторжения, администрация Виши пошла японским властям навстречу. 22 сентября было подписано соглашение, дававшее Японии право разместить несколько тысяч солдат на территории Вьетнама. Индокитайские базы перешли к Японии по требованию ее правительства. Продолжаются воздушные налеты на Китай. На Чунцин вновь и вновь сбрасываются бомбы. Спустя несколько часов после подписания соглашения войска имперской армии пересекли китайскую границу в трех местах и дошли до конца железнодорожной ветки. 23 сентября коллаборационистская Франция предъявила Японии обвинение в нарушении договора. Утром 24 сентября Япония начала бомбить французские позиции на побережье. 26 числа японские войска высадились к югу от Хайфона. К вечеру 26 сентября утихли последние бои. Япония получила в собственное распоряжение три аэродрома. Менее года спустя, когда японские военные силы начали наступательную кампанию по созданию сферы взаимного процветания, эти и другие воздушные базы сыграли ключевую роль в завоевании британской Малайи, Сингапура и голландской Ост-Индии. К концу 1940 года мировая война бушевала не только в Азии, но и на другом континенте, в Африке. 23 сентября британские войска вместе с французским сопротивлением направились в Западную Африку. 25 числа кампания закончилась полным провалом и отступлением союзников. Королевская эскадра на одном из судов, в которой плыл лидер французского сопротивления генерал Шарль Деголь подошла к Дакару, столице современного Сенегала. Союзники начали сбрасывать листовки. Летчики французского сопротивления были взяты в плен коллаборационистами. Корабли начали обстреливать с берега. Генерал Деголь отказался брать на себя ответственность за неминуемое брата убийство. Он велел своим войскам отступить. Запланированная союзниками операция «Угроза» не оправдала свое название. На сентябрь 1940 года также пришлось начало самой известной и значительной военной операции на территории Африканского континента за всю историю Второй мировой Северо-Африканской кампании. Итало Бальбо маршал авиации и один из первых идеологов фашизма из всего итальянского правительства был единственным противником антисемитских законов и союзничества с нацистской Германией. Именно этот человек командовал египетской кампанией. 28 июня 1940 года у Табрука Бальбо погиб от огня итальянских зенитчиков не признавших своих соратников. Что и говорить северо-африканская кампания начиналась неудачно. 13 сентября когда стало окончательно ясно что Гитлер не сможет взять Великобританию Муссолини повел войска на Египет. 16 сентября итальянцы преодолели почти сотню километров. Потери с их стороны насчитывали три с половиной тысячи бойцов. В то время как британцы отступая в пустыню потеряли лишь полторы сотни солдат. Британский главнокомандующий генерал Арчибальд Уэйвел осознавал преимущество своих танковых дивизий. Он решил пойти в контратаку чтобы вынудить итальянцев отойти за границу Ливии уступив порт Тобрук армии союзников. 50-тысячное войско Уэйвел обратило итальянскую армию в бегство. Союзники перехватили более двухсот орудий и взяли в плен 138 тысяч солдат. Один британский офицер на вопрос своего товарища «Сколько у тебя пленных?» ответил «Даже не знаю, полагаю несколько гектаров». Ныне принято считать, что Италия вела проигрышную войну, а ее войска умели только отступать. Это не совсем справедливо. Нужно учитывать, что итальянская военная машина изначально была слабее других. Вот один статистический факт. В 1938 году Италия потратила на военные нужды 746 миллионов долларов. Германия 7 миллиардов 415 миллионов долларов. В войсках Уэйвелла была представлена вся Британская империя. Английские солдаты сражались бок о бок с бойцами из Новой Зеландии и Южной Африки. Несколько дивизий составляли индейцы, отправившиеся на фронт совершенно добровольно, хотя из сугубо практических соображений армия обеспечивала им питание, одежду и жилье. Что касается уроженцев доминионов, например, новозеландцев, ими руководил чистый патриотизм. Они сражались за своего короля Георга IV, за Великую Англию. Но за время войны мировоззрением индийских добровольцев и белых солдат из доминионов предстояло круто перемениться. Раздосадованный напором войск Уэйвелла в Северной Африке, Муссолини с типичной для него беспечностью предпочел переключить внимание на другие территории. Движимые теми же амбициями, которые когда-то побудили его захватить Албанию, 28 октября 1940 года Дуччи использовал эту маленькую балканскую страну для ввода войск в Грецию. Дуччи сообщил Гитлеру о своих намерениях только накануне наступления. Встреча вождей произошла, когда итальянские войска уже были в пути. Захват был продиктован тщеславием. Нейтральная Греция сама по себе не представляла интереса для Гитлера, но имела ценность вкупе с другими балканскими странами. Муссолини надеялся сравняться с фюрером в своих завоеваниях. Раздраженный нетерпеливостью своего союзника, Гитлер, тем не менее, предложил выслать итальянцам подкрепление. Муссолини не отказался, победа должна была принадлежать Италии. Премьер-министр Греции генерал Иоаннис Митаксас, будучи правым диктатором, отказался от английского подкрепления и 4 ноября самостоятельно провел контратаку, чтобы остановить итальянских захватчиков. Спустя несколько дней итальянцы были вынуждены поспешно отступить в Албанию. Горы Северного Эпира были почти непригодны для боевых действий, тем более в зимних условиях. Начальник итальянского генштаба Пьетро Бодольо, предвидевший это поражение, подал в отставку после того, как Дуччи проигнорировал его рекомендации. 11 ноября, пока британцы радовались мирному небу, Италия потерпела еще одно поражение, уже другого рода. Знаменитые британские торпедоносцы-бомбардировщики Сортфиш, посланные с палубы авианосца и Ластриус, атаковали итальянскую флотилию в гавани Таранто. Англия ликовала, это было ее первое крупное военное достижение за год. Из трех итальянских кораблей, поврежденных вражескими снарядами, один был признан непригодным для рейдов. Японский морской Атташе поспешил из Берлина на место событий, чтобы увидеть, какие потери флотилия может понести от воздушной атаки. 4 декабря, спустя пять недель после нападения на Грецию, итальянский командующий главным генштабом генерал Убальдо Содду рекомендовал властям объявить перемирие. Из-за зимней погоды войска с обеих сторон к тому времени и так прекратили бои на бывшей итальянской территории. В январе Гитлер объявил, что готов оказать военную помощь своему итальянскому союзнику и направил войска сперва в Грецию, а затем в Северную Африку. В том же месяце британская армия перешла в наступление в Сомали и Абиссинии. За несколько лет до этого Италия вынудила императора Абиссинии Хайле Селассия оставить трон. Но 1941 год ознаменовался еще более значительными событиями. Одно из своих зимних радиообращений президент США Франклин Делану Рузвельт начал так. Друзья, это не просто беседа о происходящем на фронте. Это серьезный разговор о национальной безопасности. Слушатели по всему миру, ведь многие ловили американское радио на коротких волнах, запомнили, какими словами президент завершил свое обращение. Мы должны стать главным арсеналом демократии и потому не имеем права на поражение. Но у нас есть повод для надежды, надежды на мир, на защиту нашей цивилизации и на создание лучшего общества в будущем. Чего стоит империя? В следующей серии нашей программы наступил переломный 1941 год. Пожалуй, мировая история знает лишь несколько дат, которые бы столь сильно повлияли на события грядущих десятилетий. Германия вводит войска в Советский Союз, а Япония тем временем втягивает в войну США, атаковав морскую базу «Перл-Харбор». Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2016 году. Перевод Анны Заславской. Текст читал Михаил Карасиков. «Перл-Харбор». 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 Продолжение следует...